Что касается трендов и всего, что происходит, я бы, наверное, следующим пригласила бы сюда Азамата Усманова, который является генеральным директором компании «Магнум». И у Азамата у него очень интересная тема, она как раз у него называется «Тренд ритейла». Но прежде чем Азамат будет выступать, я бы хотела бы подчеркнуть богатейший его опыт и богатейшую биографию, которая привела его, скажем так, сюда. Во-первых, Азамат является председателем правления «Магнум Кэшн Керри». И у него опыт и в десантных войсках, насколько я понимаю, вы даже слышали там, то есть ту информацию, которую мне предоставили. Но это достаточно впечатляюще, наверное, особенно для женских представителей, скажем так, сегодняшней аудитории. Профессионально под руководством Азамата Усманова компании «Магнум Кэшн Керри» разработаны новые стратегии. Это, скажем так, всегда впечатляет, да? Разработаны новые стратегии развития, произведена трансформация процессов, внедрены инновационные решения для казахстанского рынка и увеличено количество филиалов с 24 до 184. И «Магнум Кэшн Керри» является крупнейшей оптово-розвичной компанией страны и драйвером развития отрасли. Также крупнейшим налогоплательщиком в отрасли и в городе Алматы среди частных компаний. В ней трудоустроено 130 тысяч человек. Компания активно участвует в процессе сдерживания цен на социально значимые товары, а также в других совместных государственных инициативах. Так, более 70 тысяч детей из многодетных семей регулярно получают через «Магнум Кэшн Керри» гарантированные социальные пакеты в рамках государственной адресной помощи, инициированной президентом Республики Казахстан Касым Джамартом Такаевым. И в период эпидемии коронавируса «Магнум Кэшн Керри» обеспечила стабильное снабжение закрытых на карантин крупнейших городов Казахстана товарами первой необходимости по фиксированным ценам. И также в период эпидемии компания проявила себя одним из самых активных благотворителей Казахстана, обеспечивая сотрудничество с благотворительными организациями, такими как Благотворительный фонд Добровольное общество, Милосердие, общественные движения «Ялма-Атинец», национальная волонтерская сеть и другие. Снабжение социально незащищенных слоев населения товарами первой необходимости. Компания «Магнум Кэшн Керри» входит в число 10 крупнейших частных компаний Казахстана и является одним из крупнейших благотворителей страны. И Азамат Османов является также председателем объединения юридических лиц «Союз торговых сетей», объединившего крупнейших ритейлеров Казахстана. Азамат, слово представляется вам. — Спасибо большое. Исключительно непривычное такое долгое биво мне. Поговорюсь с ребятами, кто скидывал. Во-первых, не 130 тысяч, небольшая поправка, не 130 тысяч. У нас 14 тысяч сотрудников работают в сети. Опечатка, скорее всего. Но более, почти уже 4 миллиона клиентов ежегодно мы обслуживаем. И ежемесячно, прошу прощения. Казательно десантных войск, тоже поправку внесу. Точно не для женщин это указывалось. Мечтал в Гарвард поступить, но карьера свернула не в ту сторону. В Гарвард, говорят, помогай. Поэтому я в Севи всегда указывал. Возвращаясь к трендам, в первую очередь хочу поблагодарить коллег, выступающих. В целом в Узбекистан приезжаю, откровенно скажу, вчера коллегам делился. Теплее, чем даже домой. Не знаю почему. Уже даже с семьей разговаривал, может быть, дела как основные реализуются, проекты. Может, хэдкоттер сюда будем переносить. Очень тепло, очень классно здесь. Я думаю, что ввиду происходящего макроэкономической ситуации, геополитической ситуации, тоже многих друзей, коллег из СНГ тоже сюда привела. И вот ввиду этого важны такие платформы, как ваши, точно очень критичны и важны, чтобы было понимание, что происходит на рынке в целом. Рады увидеться с коллегами по цеху. И очень важную роль, было видно, что с момента старта таких масштабных волатильностей у нас в стране, в наших странах, среднеазиатских, роль взаимодействия большого бизнеса с правительством, по крайней мере, диалог, он очень важен, критичен, потому что иногда большие компании, здоровые компании, они играют ключевую роль в донесении, в поправках, в регуляторных нормах. Не зря у нас даже весь форум называется банки и ритейл. Потому что, если мы говорим здоровая компания, а здоровая компания, здоровая компания – это прибыльная компания. Так сложилось, что сейчас, даже если взять экономику Узбекистана, я не знаю, как обновленные данные, но по итогам прошлого года, три четверти капитала все-таки это финн-институты, это международные, это все еще не частный капитал, это все еще большой потенциал для частного бизнеса, для других компаний. Но говорить о том, что здесь вот все очень интересные, очень классные тренды, которые сегодня применимы в развитых рынках, что они у нас летают, сказать нельзя. И такие площадки важны, чтобы мы доносили людям, принимающим самые важные решения для отраслей регуляторов, чтобы они понимали и не противодействовали. Иначе возможности, которые были на китайском рынке, где можно было… На самом деле, если разбирать, я думаю, мне будет интересен с Марком пообщаться, если будет возможность. Вот этот кейс, я помню, в Нью-Йорке вице-президент Али Бабе рассказывал про то, как Китаю удалось перепрыгнуть эру ноутбуков. И это то, почему сегодня, несмотря на то, что экономика штатов, она долгое время доминировала, доля электронной коммерции, она по-прежнему низка. И это нельзя сослаться просто на культурные какие-то отличия и так далее. То есть есть инфраструктурные, вводные, макроэкономические вводные, которые повлияли на это. То есть сослаться, что просто люди любят смартфоны и любят контент, и поэтому это все полетело у них, а у нас почему-то не летает, абсолютно нет. И поэтому здесь, вопреки оптимистичным прогнозам, которые я тоже верю, и мы тоже их развиваем, и, скажем так, локомотивами являемся на своем рынке, если говорим о электронной коммерции, брик-н-мортер бизнес, инфраструктурные вещи, которые должны быть, их отменять нельзя. Почему брик-н-мортер важен? Потому что так же, как и банки, так же, как и остальные все учреждения, мы все, по сути, маркетплейсы – это про экосистему. Экосистема, она складывается из якорей. Если говорим о якорях, то сегодня, да, классно, если у вас есть маркетплейс с офигенным каким-то продуктом, но когда ты сталкиваешься, доходишь до момента оплаты, а для этого тебе нужно пройти кучу регистраций, и твой банк вообще отключен от свиста, к примеру, или какие-то другие ограничения, или процедура регистрации сложная. Просто интернет хуже в целом. Ты находишься в регионе, где все, ты как бы встал. И здесь ожидать, что будет такой скачок сам по себе, только потому, что мы будем выполнять свои обещания. Мы в этом и суть экосистемы. Поэтому роль финтека для ритейла… Ритейл сам по себе, к сожалению, он не комплит. И вот я повторюсь, здоровая компания – это прибыльная компания. И только наличие большого… А в наших регионах не бывает маленьких здоровых компаний. И только я считаю, что локомотив, вот большие компании должны проложить вот эту дорожку, которая вместе с развитием малого и среднего бизнеса взрастит вот эту культуру, правильную, достаточную среду для нормальных окупаемых проектов. Ну, посмотрите даже на данный состав. Все компании, которые здесь представлены, в принципе, уже зрелые и мощные компании, за которыми стоит ресурс. Не просто так же. Есть уникальные кейсы, в которых там… Казани-экспресс и Георгий упоминал. Я вообще один очень люблю этих ребят. И дружу, и вообще был впечатлен их кейсом. Но в них поверили же в свое время. Они у них… Если вы послушаете основателей, какой путь они прошли до того, и как их оценивали, и как они там дошли до того, что имеют сегодня, ну, это тяжелый, тернистый путь, но это не каждый пойдет. Почему? Потому что, в целом, если мы говорим… Вот Георгий упоминал доверие, все мы говорим про клиента, покупателя. Здесь речь идет о том, стоимость привлечения этого клиента. Если мы говорим, ну, вот, сегодня сделать онлайн-доставку за 30, 20, 15 минут, сегодня это сервис уже в Алма-Ате есть, я скажу. Вот он есть, вот, как можно сказать, не в промышленных масштабах, но там в нескольких районах Алматы довольно широкий ассортимент, почти уже 2 тысячи у них, у ребят, крутые, но это венчурный проект, который без постоянной подпитки, это тоже мои друзья, они про них будут, если нет, но ребята доходят до определенной стадии и переходят на более зрелые рынки, переезжают в Штаты, в Европу и реализуют эти проекты там, там, где есть капитал. В Китае сегодня тоже, конечно, полетит. Там, где есть доверие, в первую очередь, у клиентов, потом идет у инвесторов, и не только местных инвесторов, то есть местный бизнес на этом зарабатывает. Но мы сейчас обсуждаем рынок, ну, рынок Астана, все электронные коммерции, вот только что получил отчет правительства Атраханса, последний, вчера вышел, только перевалил миллиард долларов. Все электронные коммерции. Ну, мы вот только что видим цифры каких-то просто тик-ток трендов, условно, в Китае, они в разы больше. Ну, соответственно, как строить здоровый бизнес, прибыльный бизнес в таких условиях? Надо ждать, в смысле ждать, или брать все на себя. Все на себя взять невозможно. Сегодня, чтобы, почему мы как, почему я так про коммерцию вообще говорю в целом, мы могу похвастаться тем, что на крупнейшем маркетплейсе мы сегодня, как мерчант, являемся самым посещаемым, потому что мы смогли сделать самый нормальный игру, нормальный с точки зрения CVP. Мы не обещаем то, чего не можем сделать. Путь этот был поступательный. Вот, коллеги, кто с операциями в e-commerce сталкивался, знают, как это непросто, на самом деле, здесь маленький важный, подчеркнул, да, это как бы уже коммодити становится, но, блин, это сложно. И делать это в реалиях, когда ты пионер, когда ты там, у тебя нет рынка курьеров, нет рынка сборщиков, нету ВМС, под всеми этими красивыми аббревиатурами, трех-двухбуквенными, CRM, BI, ВМС и так далее, это вот просто миллионы, а то и десятки миллионов долларов. Вот, чтобы понимание было, какими деньгами инвестируют. И здесь говорит, что само по себе это станет появляться, и просто вот оно так классно, удобно выставил, не знаю, в Инстаграме картинку, кто-то позвонил, заказал, это успел достать, ну, вообще не работает, за этим большая бэковая история. Вот. И здесь встает вопрос стоимости привлечения. Поэтому здоровые компании, возможно, даже не, если говорим об Узбекистане, я верю, что рынок будет, вот, внутренней конкуренцией, он будет развиваться от местных сильных игроков, со стороны местного ритейла, со стороны девелоперов, у которых сейчас, а сейчас вот ввиду вот этой геополитической ситуации, ну, для людей с культурной, коммерческой такой развитой жилкой, ну, блин, неинтересно заниматься ритейлом и коммерцием, честно, вот это там, ну, кому интересно рисковать десяткам миллионов долларов в перспективе, там, двух, трех лет, которые, в принципе, и все ты это окупишь только на экзите в случае нормальной капитализации, где все должно быть в порядке, там, с рынком, со страной, с границами, с налогом, то есть, ну, не секрет, мы знаем крупные российские, большие международные уже игроки, которые заходят, уходят с рынка, да, поэтому здравость компании, она важна, вот, и мы, грубо говоря, мой прогноз, это омниканальность, я верю в омниканальную историю, наш прогноз, пока станут, в перспективе, там, трех-четырех лет, если крупнейшие маркетплейсы, ритейлеры будут драйвить, развивать этот рынок и взращивать, ну, в смысле, завоевывать долю, то иком отъезд процентов 20, это очень оптимистично, но очень реальный сценарий уже в Казахстане, если говорим об Узбекистане, я думаю, что поступательно, Узбекистан точно пройдет быстрее этот путь, чем проходил Казахстан, но то, что ему удастся вот так перепрыгнуть, ну, я бы вот иллюзии не строил, я просто предвкушая, что, предвосхищая, что очень много сейчас людей с развитых рынков будет в развивающие наши рынки приезжать и что-то консультировать, обещать, вот, иллюзии питать не надо, если банки сейчас рванут и финтек, финтек играет ключевую роль в истории электронной коммерции, или электронная коммерция сама должна туда с путь вступить и сделать вот это, не знаю, сделать опыт BNPL таким офигенным и работать с большими данными так, что стоимость привлечения твоего клиента, она будет настолько мала, что тебе выгоднее строить dark store, чем открывать магазин, но пока реалии таковы, стоимость аренды, стоимость рабочей силы, вся инфраструктура, она тебе лучше открыть магазин, дождаться, пока он себя окупит, уже там на амортизированном, на нормальном потоке, пытаться строить вот эту историю. Это то, звучу консервативно, конечно, не отвечает трендам, что сегодня обсуждается, где в Нью-Йорке, в Европе или в Китае, но это те реалии, которые есть. Unless что-то уникальное произойдет, и у нас там министр торговли Узбекистана появится кто-то, или Илон Маск будет какую-то роль играть, и просто дисраптить рынки, я в другое, к сожалению, не верю. Я чуть отклонился от темы, хотел готовить немножко другой спич, но возвращаясь к нам, я верю, что квинтэссенцией успеха в этом бизнесе, в электронной коммерции, ритейла в целом, является наличие ресурсов, наличие правильной команды, потому что execution, ритейл из детейла. Здесь мы понимаем, что просто повторить какой-то опыт где-то получившийся невозможно. И команда, если она не будет, и вот эта компания, которая взялась за это, ее там не распылят под гидой. Ну, что происходит у нас? Мы там во всех регалиях, которые вы перечисляли, половина из них нас вовлекает, мы там государственные какие-то, очень много времени посвящаем социальным вещам. Как ответственность социальной компании, благо, что у нас есть жирок, и понимание, что это надо делать, и если не мы, то кто? Но если говорить, были бы мы биржевой компанией, наверное, бы меня за эти вещи уже совет директоров попросил покинуть. Потому что нерациональная трата развития государственной функции, которые… Это реалии нашего рынка. Торговые все союзы, которые происходят на самом деле. Вот не будь их, я не знаю, какие бы у нас были поправки внесены, приняты, и как могло бы изуродовать сегодняшнюю торговлю и сегодняшние регуляторные нормы, которые внеслись. Откровенно скажу, перед внесением в парламент такие на последней мере поправки насилия критично важны для нашего отрасли. Критично важны. Потому что у нас исторически, мы всегда ориентировались на Москву, в Москве все поправки, которые вносились, мы знаем, что там не всегда руководствовались самыми рациональными побуждениями. И это все транслировалось в наши законодательные поправки и еще в более искаженной форме. И с этим мы вынуждены были работать. Это важно понимать. Поэтому хотим и не хотим, как бы мы на клиента его не обсасывали, не смотрели, есть вводные, которые необходимо пройти. И их могут пройти здоровые компании, прибыльные компании, сильные компании, понимающие реалии рынка, в котором они оперируют. И мы, завершая, скажу, что очень рады, что мы понимаем, какую пользу несем в секторе, в котором мы находимся. Понимаем, как это влияет на конкуренцию, даже неправильное слово, на подогрев здравых амбиций предприимчивых людей, коллег по цеху, которые драйвят рынок в целом. И цифры… Ну, мы видим, что в нашем секторе Double Digit Growth, он точно есть, и он не ограничен. Здесь важно только успеть довести нас. Я очень верю, очень хочется верить, что мы доживем до истории. Мы, как компания, сильно в этом году планировали выходить уже на фондовый рынок, в московскую биржу. В текущих реалиях понимаем, что это пока невозможно. Сейчас теперь перестраиваемся и пытаемся соответствовать нормам для того, чтобы реализовать успешный выход на биржи европейские, более приветствующие технологичные истории. Спасибо. Спасибо большое. Азамат, за то, что вы так хорошо суммировали, скажем так, не только тренды ритейла, но и подчеркнули те моменты, на которых, наверное, основывается вообще любой бизнес. Первое – это взаимодействие большого бизнеса с регуляторами, то есть с точки зрения законотворчества и постоянный диалог и поддержка со стороны и правительства именно для того, чтобы стимулировать развитие бизнеса. Не вмешиваться, а именно стимулировать и поддерживать. И, наверное, как исполнительному директору торгового ассоциации, который представляет крупнейшие компании, то есть у нас и Boeing, и Visa, и Apple, и Microsoft и так далее, вы правильно совершенно сказали, что во многом большой бизнес ведет, именно продвигает. Это является локомотивом, который помогает дальше уже малому и среднему бизнесу двигаться. И большой бизнес, он помогает улучшить именно экосистему, то есть создать те условия, которые необходимы для, скажем так, большего и успешного развития сферы цифровизации. И, наверное, самое главное, то, что вы подчеркнули, то, что мне понравилось, это обычная, скажем так, такая тенденция существует, что более локальный взгляд на рынок, что же будет выгодно для Узбекистана, нежели чем посмотреть, а где вообще Узбекистан находится в этой глобальной сети, на каком уровне он находится, и что необходимо сделать для того, чтобы его поднять на более высокую ступень. Поэтому огромное спасибо за то, что вы так суммировали. И, наверное, у меня последний вопрос непосредственно к Азамату. Азамат, мы говорили глобально, мы говорили о трендах, и очень часто, например, мы слышим, скажем так, в Америке, всегда сравнивают Узбекистан и Казахстан. И вот вы, как говорится, как человек, который прекрасно понимаете, знаете специфику, вот в чем вы видите основное различие между рынками Узбекистана и Казахстана? И где вот именно здесь вот та изюминка, которая отличает одну страну от другой? Регуляторные ограничения и потенциал мы уже проговорили. Если говорить культурно, плотность городов и населения тоже серьезная разница. Логистика в Казахстане дороже, если говорим о предпочтении покупателей. И сейчас, если про наш сектор говорить, про гроусеры, про продукты питания, и закупку, то кто принимает решение? Кто управляет бюджетом? Наше исследование показало, что ввиду культурных ценностей, если это не про генерейшн, Z и золотые квадраты Ташкента в целом, если говорить, то все-таки за бюджет он управляется мужчиной. У нас все маркетинговые, все вот эти истории, они на женщину. мы с коллегами шутили, у нас подкаблучников больше, ссори за стоксизм. Вот это такое, наверное, ключевое различие от этого. И действительно, мы когда подходили, каким должен быть там CVP наш, вот, и чем мы должны выделяться, здесь вот я абсолютно согласен также с марком, что не всегда самый лучший и облюбленный сервис в моменте является здоровым бизнесом. Поэтому мы идем фундаментально, поступательно и понимаем, что Узбекистан это суперский рынок с прекрасным населением, с прекрасной культурой, с историей, которую надо и нужно понимать и после только формировать свое CVP и уже является локомотивом тех или других инноваций. Но также трезво понимать, что Узбекистан 2022 не может за там считанные месяцы, годы стать Узбекистан 2042. Вот, эти есть неотъемлемые вещи, которые должны пройти, которые были пройдены в других странах, которые можно локомотивить, драйвить, можно дисраптить. Вот, мы туда активно инвестируем, 10% опекса нашего офиса тратится на людей, которые экспериментами, разного рода проектами, интеграциями. Мы понимаем, что все самим сделать не можем, мы очень открыты с сильными смежными партнерами из финтека, с банками, очень охотно хотим работать, развиваться, чтобы лучший клиентский сервис мог быть доступен на территории наших магазинов и не только на территории наших магазинов, но и в целом в экосистеме. Спасибо большое. Спасибо. Ахмад. Меня зовут Руслан Амаров, первый кредитный бюро Казахстан. У меня вопрос больше, наверное, такой концептуальный. Я знаю, как на него ответят банкиры, и хотел понять, как ответят на него эксперты ритейла. Нужно ли разделять цену ритейла и рассрочки? Условно говоря, когда ты заходишь в магазин, ты видишь чайник за 10 тысяч сомов, ты его покупаешь за кэш, ты платишь 10 тысяч сомов за кэш. И этот же чайник за 10 тысяч ты поможешь купить в рассрочку. Это же не совсем правильно. Нужно ли разделять цену ритейла и цену рассрочки? Я не берусь судить правильно либо нет. Главное, мне кажется, чтобы компания со своей аудиторией, со своей лояльной аудиторией и клиентами была транспарентна. То есть, если она консистент в том, что и смогла донести, что та рассрочка, которая есть, что там уже вшито что-то, и за это платят так или иначе партнеры, или это совместная акция, или еще и клиент это понимает, наверное, для определенных видов бизнеса, для нас, как ритейла, для масс-маркета. Такое, наверное, будет тяжело донести и объяснить старшему поколению, почему это так, и молодому, почему это не должно быть так. Была надо быть честным.